МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Молодежные сборные подразделения агропромышленного холдинга стали участниками интеллектуального турнира. Выпускной в агротехнологическом техникуме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участниками битвы знаний стали команды управленцев, животноводов, транспортной компании, мясоперерабатывающего и комбикормового заводов. Были представлены все переделы агропромышленного холдинга «Промагра». Вы наша основа, вы наше будущее. А так хотелось бы пожелать, что соревнулись сегодня. Я бы хотела, чтобы вы не забывали о наших корпоративных ценностях. Аю, инициативности, ответственности, честности и, конечно, взаимопомощи. Ну и, как говорится, пусть победит сильнейший. Интеллектуальный квиз, увлекательная викторина с самыми разнообразными вопросами, энциклопедические знания здесь не главное. Зачастую правильный ответ можно найти, используя логику, наблюдательность и нестандартное мышление. Формат игры всем понравился. Эта игра забавная, классная, очень понравилась. Веселая. Во время игры гаджеты под запретом. Вопросы на экране. Перед участниками только листы для заметок. Максимальное время для раздумий – 40 секунд. Уже после первого тура зал заметно оживился. Игроки в жарких спорах выбирали правильные ответы из массы вариантов. Искали самое длинное слово, считали яблоки, определяли название популярной конфеты по вкусу, вспоминали композиторов, художников и поэтов. Конечно, обида внутри есть. Потому что многие вопросы потом, когда узнавали ответы, естественно, думали, эх, как так получилось. Какая страна Южной Америки не имеет выхода к океану? Посчитать объём геометрических фигур. Не меняя порядок цифр, расставить плюсы так, чтобы равенство оказалось верным. Отгадать семь предметов для счастливой жизни по версии китайцев. Вопросы второй части игры нередко ставили игроков в тупик. А ведь многие из них – это школьная программа. В турнире было, где уже цифры, что-то такое, на логику более такие, где вроде и легко, но в то же время оно очень как-то запутанно. Настоящая головоломка – конкурс фото караоке. Задание непростое – отгадать зашифрованную в картинках строчку песни. Блиц-турнир завершил викторину. Лучше всех справилась с заданием команда управляющей компании «АУ». Ребята набрали максимально возможное количество баллов и уверенно вырвались вперёд. Они и стали победителями первого внутрикорпоративного интеллектуального квиза. «Хорошая команда. На самом деле все отвечали и в основном у всех ответы всегда совпадали. То есть общий уровень знаний был достаточно высокий». На втором месте – дружная команда водителей транспортной компании «Промагра». «Мы шли победить, но тут немножко не получилось. Водители, как правило, всегда люди целеустремлённые, ответственные и умные, находчивые». «Команда, да, потому что в дороге ты один никак, и поэтому дружим. Коллектив». Тройку лидеров замкнули животноводы. А вот зажигательно-позитивной команде комбикормового завода не хватило всего двух баллов до призового места. Однако ребят это не расстроило. «Наши ребята молодцы, мы старались. Немного не хватило удачи». «Огромное спасибо нашему руководству, что организовали такую замечательную игру. Безусловно, это сплочение коллектива, и не только непосредственно среди какого-то определенного завода, но и в целом по дивизиону». Грановщики, автомеханики, сварщики, трактористы, строители и повара. Вчера ещё они были студентами, сегодня – выпускники. Поздравить ребят с праздником пришли представители администрации, руководство якорного предприятия агротехнологического техникума, агропромышленного холдинга «Промагра». «Несколько лет назад вы сделали правильный выбор. У вас имеется очень хорошая специальность, которая даст стабильную заработную плату вам, чтобы и дальше идти свободно по жизни, продолжать ли своё обучение или продолжать работу. Я хотел пожелать вам, чтобы вы в короткий период определились со своим трудоустройством, нашли своё место в жизни». В этом году из стен образовательного учреждения вышли 163 выпускника. Из них 26 ребят завершили обучение с красными дипломами. Каждый – профессионал своего дела. После прохождения срочной службы в армии ребята планируют вернуться в Старо Оскол, работать на благо родного города. «Нужно стараться, никогда не останавливаться. Самое главное, чтобы было желание. У меня отец всю жизнь работает водителем. И я с детства привык к железкам, к машинам. Я не раздумывал над выбором профессии». «Я как бы работать, да, собираюсь по профессии. Сдал четвёртый разряд. У всех машин есть. Как бы работа всегда будет и деньги будут». С 2012 года Старо Оскольский агротехнологический техникум подготовил более 15 тысяч выпускников по самым востребованным на рынке труда профессиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин